здравствуйте дорогие зрители рубрика песни победы сегодня мы с вами поем песню по дону гуляет казак молодой и дальше в моем рассказе вы узнаете хоть в ней этой песни и нету боевых действий но почему я взяла ее нашу рубрику а А там, где воплачет, а там, где воплачет над быстрой рекой А там, где воплачет над быстрой рекой О чём, где воплачет, а чём, где воплачет, а чём слёзы рьёшь О чём, где воплачет, а чём слёзы рьёшь Цыганка гадала, цыганка гадала, цыганка гадала, за ручку брала Цыганка гадала, за ручку брала Не быть тебе дева, не быть тебе дева, не быть тебе дева замужней женой А быть тебе дева навеки одной Подтоннешь девица, потомнешь девица Потомнешь девица в день свадьбы своей Помнишь девица в день свадьбы своей Не верь, дорогая, не верь, дорогая Не верь, дорогая, не верь никому Поверь, дорогая, лишь мне одна Поедем мчаться, поедем мчаться Поедем мчаться, я выстрою мост Я выстрою мост на тысячу мост Вот слышу, послышу, вот слышу, послышу Вот слышу, послышу, мосточки ловут Наверно, наверное, невесту везут Наверно, наверное, невесту везут Вот конус потыкнулся, вот конус потыкнулся Вот конус потыкнулся и сшибся со стран Невеста упала в крутые берега Сперва закричала, сперва закричала Сперва закричала, прощай, мать, отец Второй раз кричала, прощай, белый свет И в третий скричала, и в третий скричала И в третий скричала, прощай, милый мой И в третий скричала, прощай, милый мой Наверно, наверное, не жить нам с тобой Подайте гитару, подайте гитару, подайте гитару, я буду играть, прославлю цыганку, заправду ее. Подону гуляет, подону гуляет, подону гуляет казак молодой, подону гуляет казак молодой, а там дева плачет над быстрой рекой. Вот такая вот грустная песня. И вы знаете, так интересно погружаться во глубину веков и исследовать наше творчество, наших народов. Оказывается, что изначально у этой песни был совсем другой конец и совсем другая история. И вот помните, перед этим мы рассматривали с вами песню «При лужку лужку», там было совсем наоборот. Я думала, что это одна из самых веселых песен. Наконец-таки, думаю, у казаков никто не умер. И все даже готовятся там в конце к свадьбе. Оказалось, что в первооснове, в первых стихах, там наоборот казак вернулся домой, а его девушка уже за другого решила выйти замуж. И он уезжает в неизвестном направлении. А тут все оказалось наоборот. Здесь история такая, что в 1835 году Дмитрий Азнобшин написал стихи. И стихи эти были такие. Я вам сейчас их зачитаю. Гуляет по дуну казак молодой. Льет слезы девица над быстрой рекой. О чем ты льешь слезы из карихачей? О добром коне или о сбруи моей? О том ли грустишь ты, что крепко любя, я милое сердцу посватал тебя? Не жаль мне, не сбруи, не жаль мне коня. С тобой обручили охотой меня. Родной ли отца ли, сестер тебе жаль? Или милого брата пугает ли даль? С отцом и с родимой мне век не пробыть. С тобой и далече мне весело жить. Грущу я, что скоро мой локон золотой, да он быстрее покроет холодной волной. Когда я ребенком беспечным была, смеясь, мою руку цыганка взяла. И пристально глядя, тряся головой, сказала, утонешь день свадьбы свой. Не верь ей, друг милый, я выстрою мост, чугунный и длинный, хоть в тысячу верст. Поедешь к венцу ты, я коников дам. Вперед будет двадцать и сто по бокам. Вот двинулся поезд, все коники в ряд. Чугунные плиты гудут, гудят и звенят. Но конь под невестой, споткнувшись, упал. И дон ее принял в клубящийся вал. Скорее, бандуру звончатую мне, размыкаю горе на быстрой волне. Лад первый он тихо и робко берет, хохочет русалка сквозь пенистых вод. Но в струны смирее ударил он раз, вдруг брызнули слезы русалки из глаз. И молит. Золотым не касайся, струна, невесту молодую назад я отдам. Хотели казачку назвать мы сестрой, закариочи, залогом золотой. Вот так вот заканчивается стихотворение Петра Азнобшина. То есть русалка за силу музыки отдает невесту ему. Но, как оказалось, это еще не финал. Прежде чем рассказать про финал, я вам немножко скажу про эту музыку и про драматическую историю. То есть, в принципе, можно, во-первых, взять эту песню именно как силу музыки. То есть, казаки могут исполнить на привале, например, такую песню. И, в принципе, все вы знаете, наверное, что во время войны были агитбригады, которые поднимали боевой дух. И поэтому вот это как раз песня о силе музыки. И на эту же мелодию вот эти стихи можно спеть. Ну, например, начнем. Начало. Гуляет по дону По дону гуляет По дону гуляет Казак молодой Бьет слезы Девица Как быстро и кой О чем ты льешь слезы О чем ты льешь слезы О чем ты льешь слезы Из корехачей По доброму мне Или о сбруи моей Ну и дальше, да, вся песня укладывается И концовка, например Но в струны смелее Но в струны смелее Но в струны смелее Ударил он раз Вдруг признули слезы Русалки из глаз И молвит златым Не касайся струнам И весту младую Назад я отдам Весту младую Назад я отдам Хотели казачку Хотели казачку Хотели казачку Назвать мы сестрой Закаре Ночи Залогом Златой Ну и так далее То есть эту песню можно разобрать Там немножко с ритмом поработать Что-то Ну, некоторые строчки Не так ровно подходят под музыку Но это на самом деле Не так сложно Вот Но оказывается История еще интереснее Оказывается, что это была Скандинавская баллада Которая называлась Сила арфы Но эта баллада уходила еще дальше К Орфею Который спас Спас свою любимую Из Аида Вот вывел Из Ада То есть Вот такая вот глубокая история Казалось бы Подон гуляет Казак молодой А связь С греческими мифами И еще Интересно Что в то время Как раз Была Вообще мода На вот такие Мистические истории С русалками И ровесник Ознобшина Пушкин Тоже в это время Писал о русалках Там чудеса Там леший бродит Русалка на ветрах Сидит Вот В общем Из этой песни Можно сделать Целую театральную Театрализованную Постановку С казаком С казачкой И с русалкой Вот По вокалу Эту песню Можно петь Конечно Разными стилями Но тут лучше всего Подойдет именно народный А не классический И поскольку слов Очень много Например Самый первым В первоисточнике То я иногда Сокращала То есть можно Эту песню растягивать Там дева плачет Над быстрой рекой А там дева плачет Над быстрой рекой А можно Некоторые Совмещать Куплеты Чтобы было Немножко Динамичнее Вот Ну В данном случае Зависит от того Что Для чего вы Используете песни Просто для Пения И там Тогда лучше Динамик Побыстрее Или у вас В это время Происходят Какие-то События На сцене И тогда Можно Немножко Растянуть Вдруг вам Надо Либо танец Какой-то Совместить С танцем Либо С каким-то Действием Вот Поэтому Эту песню Можно Укорачивать И растягивать Вот такая Вот Интересная Песня Вот По вокалу Она довольно-таки Мелодичная Диапазон Небольшой В моем случае Я взяла Тональность Пониже И поэтому Мне было Немножко Неудобно Брать Первую ноту По дону Гуляет Но тут В данном случае Надо Ориентироваться По своему Диапазону То есть Если вам Проще Низкие нотки Брать То Берете Пониже Если высокие То есть Если брать Например В тональности У меня была Соль мажор Если в до мажор По дону Гуляет По дону Гуляет По дону Гуляет Казак Молодой И смотрите Еще Если У вас Небольшой Диапазон То можно Не уходить Наверха И до мажор Тогда Идеальная Тональность Ни вниз Ни вверх Но если Вам У вас Есть возможность Наверх Брать То Атакой Сверху Сейчас По дону Гуляет Казак Молодой По дону Гуляет Казак Молодой Мы вспоминаем Тогда О пении Ближе К зубкам Как говорится Звук Как бы Пришпиливаем К него По дону Гуляет По дону Гуляет И поем Это На улыбке Ну и Плюс Атака Сверху По дону По дону Гуляет Казак Молодой И Народное Пение Оно Предполагает Некое Сплющивание Звука В нем Возможно При Небольшом Сплющивании Легче Брать Высокий Ноды Вот Вот такая Вот сегодня Песня С такой Непростой Историей Тянущейся Несколько Даже Тысячелетий В глубину Вот Надеюсь Вам понравилось До новых Встреч